И со времён Петра Великого все государственные и придворные церевониалы Проходили при участии специально обученных воинских подразделений Лучшие традиции воинского строя и почётных ритуалов были продолжены и в советское время А 29 ноября 1956 года распоряжением Совета Министров СССР и директивой Генерального штаба Формируются первые штатные подразделения Отдельная рота почётного караула и военный образцовый оркестр почётного караула Которые в эти дни празднуют своё 55-летие Этому событию посвящена совместная выставка Центрального музея вооружённых сил Музея формы одежды Русской Советской Российской Армии И 154-го отдельного комендантского полка Слово предоставляется директору Центрального музея вооружённых сил Российской Федерации Александру Константиновичу Никонову Уважаемые воины 154-го отдельного комендантского полка Сегодня, 29 ноября, исполняется ровно 55 лет Как было принято решение о создании штатных подразделений почётного караула И вы отмечаете свой юбилей Этому событию подготовлена выставка, которая открыта в Центральном музее вооружённых сил И создана под руководством нашего начальника научно-экспозиционного отдела Владимира Ивановича Семченко, заслуженного работника культуры Которую сегодня вы сможете посмотреть Выставка подготовлена при участии музея истории формы одежды Российской, Советской, Русской Армии и иностранных армий При участии также комендантского нашего 154-го полка Мы искренне поздравляем вас с вашим юбилеем Мы очень признательны вам, что многие мероприятия, которые проводятся с вашим участием Проходят в Центральном музее вооружённых сил Рота почётного караула, гордость элита наших вооружённых сил Это визитная карточка нашей армии Поздравляем вас всех с праздником Желаем вам здоровья и успехов в службе Командир первой отдельной роты почётного караула с 1967 по 1973 годы Полковник Вячеслав Иванович Богданов Уважаемые товарищи Прежде всего Разрешите поблагодарить организаторов выставки За проделанную большую и важную для нас, ветеранов, работу Главной идеей выставки является показ 55-летнего периода жизни и деятельности Первой отдельной роты почётного караула Третьего образцового военного оркестра почётного караула Батальона почётного караула На фоне истории почётных караулов Российской армии Считая от Петра Первого К какому бы времени не относился Документ, экспонат Демонстрируемый на выставке Он со всей очевидностью Дышит воздухом своего времени Сегодня мы будем иметь возможность Попытаться погрузиться в атмосферу тех лет Почувствовать её, осмыслить И я приглашаю воспользоваться такой возможностью Военнослужащий отдельной роты почётного караула С 1962 по 1965 годы Народный артист России Валерий Михайлович Хлевинский Рядовой Хлевинский Рядовой ОРПК Отдельные роты почётного караула Дорогие друзья Я, во-первых, хочу поблагодарить Вот своих непосредственных командиров И руководство части За то, что сегодня мне Была предоставлена возможность Мысленно окунуться и перенестись В то время, когда Я служил три года в отдельной роте почётного караула И в лице своих непосредственных командиров Хочу всех поздравить с юбилеем Отдельной роты почётного караула Пожелать всем здоровья Счастья И, конечно, успехов В строевой подготовке Что очень важно Это особенно касается Молодых ребят, которые сейчас в строю Ветеранам же хочу пожелать всем здоровья Бодрости Удачи И до новых встреч На юбилея В 60 лет Спасибо Военнослужащий батальона почётного караула Рядовой Алексей Аркадьевич Мелентьев Уважаемые ветераны Товарищи офицеры Дорогие гости Сегодня почётному караулу исполняется 55 лет Мне посчастливилось Служить в почётном карауле Именно в год его 55-летия И сегодня Мне предоставили огромную честь Быть здесь От лица военнослужащих батальона почётного караула На открытии этой выставки Ведь эта выставка Рассказывает нам о славных традициях Почётного караула России Сегодня мы Военнослужащие батальона почётного караула 154-го отдельного комендантского полка Продолжаем славные традиции русского воинства Которые сформировались ещё во времена Петра Великого Нам дана огромная честь И на нас возложена огромная ответственность Данная выставка Позволит вам Прочувствовать красоту строя И вернуться в те времена Когда армия была не только Кулаком державы Но и её лицом Спасибо Торжественные мероприятия Посвящен 55-летию со дня образования почётного караула Прошу считать открытыми Продолжение следует... Офицеры, ветераны, почётные гости И личный состав Приглашаются в музей Продолжение следует... 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 Продолжение следует...